Сейчас получается, российская армия обстреливает территорию России, обстреливает Херсон, правый берег. Бывший народный депутат регионал Олег Царев, который стал коллаборантом и поддержал российскую агрессию против Украины, дал интервью, в котором разоблачил вранье российских властей, которым сам же Царев и служит. Царев признал, что российская армия обстреливает жилые кварталы Херсона, а также заявил, что украинские власти не являются марионетками Запада, как об этом постоянно лжет Кремль, а действуют вполне самостоятельно. Я всегда говорил о том, что Зеленский достаточно самостоятельный. Во-первых, Зеленский не ставлен в Соединенные Штаты. Он вообще не те ставлены. Это уникальная ситуация. Существуют страны, где проходят выборы и выбирают президентов, о которых никто не думал, что их выберут заранее. И Зеленский один из таких кандидатов. Вся российская машина пропаганды годами вслед за Путиным повторяет вот это вранье о том, что в Украине внешнее управление, Украиной правят марионетки США. И тут коллаборант Царев просто берет и одним махом, всю эту ложь разоблачает и признает, что никакие марионетки Украины не управляют, а в Украине просто демократические выборы, на которых народ сам выбирает себе власть. Не американцы назначают власть, а народ Украины сам себе власть выбирает. То есть смотрите, он признает, что Украина демократическое государство, в котором решает народ. И тут же тот самый Царев поддерживает агрессию против Украины, цель которой захватить демократическое государство, в котором у народа есть права, и подчинить это демократическое государство полоумному, выжившему из ума, 70-летнему маразматику. То, что у нас очень часто говорят на федеральных каналах, это неправда. Он достаточно самостоятельный политик, как и был достаточно самостоятельный политик Борошенко. Ничего себе какое признание. Оказывается, на федеральных каналах России говорят неправду. И на самом деле ни Зеленский, ни Порошенко не являются марионетками США. Вот это открытие. И если так пойдет дальше, скоро до Царева дойдет, что в Украине и фашизма нет. И Россия на самом деле не проводит никакую деноцификацию, а просто оккупирует и грабит территорию чужого, суверенного, демократического государства, где власть выбирается народом, а не узурпирована сумасшедшим 70-летним КГБистам. Впрочем, на этом откровения Царева не закончились. Дальше он признал, что российская армия обстреливает Херсон. И призвал в связи с этим принять специальный закон и объявить Херсон оккупированным российским городом. Ну, чтобы обстреливать его уже легально и официально. А то сейчас, знаете ли, как-то неудобно получается. Сами объявили Херсон русским городом и сами же его и обстреливают. Сейчас, получается, российская армия обстреливает территорию России. Участвует в военных действиях на территории России. Например, обстреливая Херсон. Правый берег. С точки зрения закона надо следственному комитету возбуждать уголовные дела. Годами Царев обвинял Украину в том, что она обстреливает Донбасс и призывал Украину за это уничтожить. Говорил, что это просто страшный фашизм. А обстрелы Херсона это не фашизм, по его мнению. Это нормально. В 2014 году Царев кричал, что ему очень жалко жителей Донбасса. Требовал прекратить обстрелы. Остановить войну. А сейчас не требует остановить войну. Обстрелы Херсона это, по его мнению, ок, ничего страшного. Это ж свои стреляют. Значит, так надо. России можно. И вот в этих заявлениях вся суть этих людей. Ложь, лицемерие и фальшь. За деньги, за свою миску картофельных очисток они оправдают вообще любое преступление. Не то, что обстрелы какого-то Херсона, а вообще масштабный геноцид миллионов людей. И вот очень важно вот это показывать и наносить до как можно большего количества людей. Чтобы все просто знали цену словам вот таких вот Царевых и прочих защитников русскоязычного населения. Как мы видим на этих примерах, им никакое население не жаль. То есть, когда Украина по их словам куда-то стреляет, это фашизм, все ужас, сразу нужна СВО, нужно защищать людей. Когда Россия стреляет по Херсону, а они это признают и вы сами это слышите, это нормально. Ничего страшного, ну стреляем и стреляем, значит это нужно для победы. Вот такая их логика. Помогайте распространить это видео, оставьте комментарий или лайк к нему, чтобы оно набрало больше просмотров. И обязательно подпишитесь на канал, это тоже очень важно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!